МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире пятого канала новости в студии Юлия Олейникова. И в начале выпуска коротко о главных темах. В боевом расчете заступает 4 караула. Они меняют друг друга, сутки через трое. В боевом расчете у нас 2 автоцистерны. В поселке Красный Маяк открылась новая пожарная часть. Безопасность населения обеспечивают 17 человек и 2 пожарных автоцистерны. 22 июня во всей стране одновременно пройдет всероссийская акция «Минута молчания». В Канске 22 июня пройдет ряд мероприятий, приуроченных Дню памяти и скорби. Начинаем оживать, проводятся соревнования, чемпионаты края, кубок края идет. В Чичуле состоялись соревнования на кубок Красноярского края по кородушному спорту и в этом году поворотся за золото. Приехали команды из Железногорска и Зеленогорска. Аббонского района, сборная Красноярского края, конечно, команда Каннского района. А теперь обо всем подробнее. В Канске на три дня перекроют несколько центральных улиц города. Связано это с подготовкой к традиционному балу выпускников, который состоится уже 24 июня. Так, 21 и 23 июня будет временно прекращено движение всех видов транспортных средств по улице Московская на участке от улицы Советская до улицы Ленина с 17.30 часов до 21 часа для проведения генеральных репетиций. А 24 июня движение будет ограничено на нескольких участках. По улице Московская и по улице Советская с 15.00 до 23.00. Места парковки автотранспорта участников мероприятий определены. На улице Краснопартизанская парковка возле Почты России, возле детской школы искусств, а также администрации Каннска по улице Кайтымская парковка возле гостиницы «Сибирь». Стало безопаснее. В поселке Красный Маяк появилась новая пожарная часть. Как прошло торжественное открытие и каким образом будет осуществляться работа подразделения, узнаете в следующем сюжете. Теперь 10 населенных пунктов Каннского района под надежной защитой. В зоне покрытия пожарной части 183 находится не только сам поселок Красный Маяк, но и Башниково, Сухая речка, Комарова, Михайловка, Петрушки, Терская, Польная, Крутая горка и Филимонова. Так как на закрепленной территории расположены социально значимые объекты, а также племзавод Красный Маяк и Филимоновский молочно-консервный комбинат, открытие пожарной части просто невозможно переоценить. Таким образом идет развитие пожарной службы в целом в Красноярском крае. Ее качественное улучшение. И это, конечно же, сказывается на простых жителей, которые чувствуют эту защищенность. Как и отметили почетные гости со столицы региона, появление пожарной части на территории поселка Красный Маяк – это не только безопасность населения, но и возможность сократить количество возгораний и избежать множества трагедий. Задача пожарной части – не только потушить огонь, который возник, но в первую очередь провести профилактическую работу, чтобы не допустить ни возникновения огня, ни гибели людей. Поэтому присутствие на территории пожарной части – это в первую очередь ведет к повышению общего уровня пожарной сознательности населения на территории. Важный момент – это оснащение пожарной части. Оно выполнено по последнему слову техники. И позволяет бороться не только с бытовыми возгораниями, но и с серьезными ландшафтными пожарами. Также оборудование позволяет оказывать помощь при транспортных происшествиях. Наши съемочные группы провели небольшую экскурсию по зданию и познакомили с материальной базой пожарной части. Здесь вам представлено оснащение пожарной части. Данный аппарат – это для сушки рукавов. Для сушки рукавов, особенно в зимнее время, включается вентилятор, подключаются рукава, с них выливается вся влага, рукава сушатся. То есть это современная установка, не так, как по старинке рукава вытягивали на солнце, сушили. Разного типа опрыскиватели – это для тушения ландшафтных пожаров. То есть наполняется водой, запускаются двигатели, а воздухом и водяной пылью сбивается пламя. Далее обычная комплектация – это компрессор для подкачки и любых хозяйственных нужд с пожарной части, и генератор, который идет с комплектацией автомобиля для работы механизированного инструмента. Данная система… Вытяжка сработала, слышите, да? То есть в зимнее время, чтобы не открывать ворота, чтобы не было угарного газа, подключается система. Можно попробовать, она вот так, она себя берет. Подключается к упаковке и работает таким образом. Кроме того, на вооружении подразделения есть два основных спецавтомобиля на базе КАМАЗа. В перспективе планируется приобретение пожарной автолестницы. Она необходима, поскольку у Филимоновой и Красномаяки есть многоэтажки. Всего же в пожарной части на страже безопасности жителей работают 17 человек. В боевом расчете заступает 4 караула, они меняют друг друга, сутки через трое. В боевом расчете у нас две автоцистерны. Одна цистерна получили вот только недавно, а вторая цистерна стояла тоже новая, в Красноярске ждала, когда откроется пожарная часть. Ребята есть и молодые, потому что мы стараемся молодых почему подбирать, потому что нужна сноровка, нужна сила, нужна резкость в этом отношении, когда выезжают на пожар. Нам нужно повышать свою профессиональную подготовку. Под надежной защитой пожарных теперь территорий с населением 5000 человек. А время прибытия пожарного расчета в случае необходимости составит до 5 минут. Юлия Олейникова, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал. Близится День памяти и скорби ежегодно в России. Эта памятная дата отмечается 22 июня. В этот день по стране проходят памятные мероприятия, возлагаются цветы и венки к памятникам Великой Отечественной войны. Естественно, Канск не останется в стороне. Мероприятия пройдут на двух площадках. В 10 часов утра торжественный митинг с возложением цветов пройдет на Мемориале Победа и в 11 часов на Мемориале Землянка. 22 июня во всей стране одновременно пройдет всероссийская акция «Минута молчания» или «Минута скорби». В 12 часов 15 минут по московскому времени, а если по нашему времени, то в 16 часов 15 минут, вот эта акция пройдет во многих общественных местах. Рекомендуется проводить ее и в учреждениях, в коллективах. То есть не обязательно выходить на какие-то открытые площадки, это можно сделать тихо в своем коллективе, в это время прервать рабочий процесс, встать и помянуть минуты молчания всех тех, кто участвовал в Великой Отечественной войне. И это и есть главная цель данной акции – вспомнить участников Великой Отечественной войны, заострить внимание нынешнего поколения к тому периоду и к тем людям, которые ковали для нас победу. Кроме того, 22 июня на зданиях государственных учреждений приспускаются государственные флаги на кораблях ВМФ, Андреевские флаги на жилых зданиях, вывешиваются флаги с траурными лентами. В учреждениях культуры, на телевидении и радио отменяются развлекательные мероприятия, передачи в течение всего дня. Сразу после небольшой рекламы вас ждет блок коротких новостей, а также мы расскажем о турнире по городошному спорту. Не переключайтесь. Компания «Экохом» предлагает услуги химчистки ковров, пледов, покрывал на профессиональном оборудовании с использованием центрифуги, что дает вам качественное выполнение работ за минимальный срок. Сами заберем, почистим и привезем. Опыт более 7 лет. Услуги круглый год по городу Каннску и Каннскому району. «Экохом» – чистка и сушка ковров, пледов, покрывал. Телефон 8-913-596-4836. Каннские спасатели обнаружили тело 42-летнего мужчины, утонувшего 17 июня на озере в деревне Заозерка Абонского района. Специалисты произвели 5 водолазных спусков, в рамках которых обследовали 1500 квадратных метров дна. Тело передано полиции. Напомним, только за прошлые выходные в регионе утонуло 5 человек. Всего же за неполные 3 недели лета на воде погибли 20 человек. Сотрудники Красноярско-санитарной авиации оказали экстренную помощь члену экипажа атомного ледокола «Арктика» в зоне прохождения Северного морского пути. У мужчины случился приступ аппендицита. К моменту эвакуации пациента ледокол находился в 70 километрах от мыса Челюскин. Вертолет авиакомпании «Красавия» произвел посадку на палубу арктического судна. Больного погрузили на борт вертолета и доставили в Таймырскую районную больницу поселка Хатанга, где его успешно прооперировали местные хирурги. В Кемеровском парке развлечений посетители зависли вниз головой на сломавшемся аттракционе. Как сообщает издание «Сибдепо», все произошло в Кемеровском парке чудес. Здесь во время катания сломался аттракцион «Рейнджер». Десятки отдыхающих зависли внутри кабин в верхней точке. Следственный комитет организовал проверку по факту происшествия. Сейчас опрашивают свидетелей работников парка. Актуальные новости, объективный анализ и эксклюзивные комментарии о важнейших событиях Красноярского края. Региональный дайджест. Каждую среду сразу после новостей на пятом канале. Пап, зачем ты каждый год идешь сжечь сухую траву? Кто сказал, что так надо? А если сгорит не только трава, а лес? А если сгорит наш дом? Ты не успеешь меня спасти. Остановись. Не поджигай сухую траву. В Чичуле состоялись соревнования на Кубок Красноярского края по городошному спорту. В этом году побороться за золото приехали команды из Железногорска и Зеленогорска, Абонского района, сборная Красноярского края и, конечно, команда Каннского района. Подробности в следующем материале. Каннский район второй раз принимал краевые соревнования по классическим городкам. В Чичуле собрались более трех десятков участников из разных уголков Красноярского края. Кто-то начал заниматься этим видом спорта осознанно, кого-то к нему привела сама судьба. Но все они теперь болеют за его развитие. Нас привезли, привели, вернее, соцзащитам, так как мы на пенсии, уже пенсионеры, заниматься нечем, но я спортсменка бывшая, поэтому решили заняться городками. Ну и мне понравилось, я буквально чуть больше года занимаюсь городками. Вот в прошлом году первый раз здесь была и вот уже достигли успеха и выполнили. Первый разряд я выполнила. Вот второе место заняла на Сибирском федеральном округе среди ветеранов. Ну вот так. Ранее на этот вид спорта повешали клише. Якобы в городки играют в основном пенсионеры. Однако сейчас данное направление развивается, а приходит молодежь, а также открываются секции для школьников. Еще несколько лет назад была угроза того, что городочный спорт и вовсе станет только хобби, ведь не будут проводиться соревнования. Но любители городков смогли возродить его и привлечь как можно больше людей к этому на первый взгляд простому, но на самом деле нелегкому виду спорта. Был момент упадок, связанный с эпидемией, со сменой руководства самой федерации. Ну сейчас потихоньку начинаем оживать, проводятся соревнования, чемпионаты края, кубок края идет. Пока встаем, вроде хорошо собираемся. Собирается команда потихоньку подбирается уже, мужская, женская, все. Будем выходить на старые роли стараться. Трехдневная борьба на городочных кортах решила судьбу кубка. Бронза у мужской команды из Железногорска, а второе место заняла сборная Красноярского края. Чемпионами соревнований стала команда Каннского района. Среди двух женских команд места распределились так. На первом месте Абонский район, на втором сборная Красноярского края. Татьяна Блинкова, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал. Определился победитель традиционного творческого конкурса «Полицейский дядя Степа». Им стал учащийся гимназии номер один Гордей Вышневский. Его поздравил лично заместитель командира отдельной роты патрульно-постовой службы майор полиции Андрей Мичурин. Само состязание было организовано межмуниципальным отделом МВД «Российканский» и общественным советом при ОВД. На конкурс победитель представил связанную из шерстяных ниток модель полицейского патрульно-постовой службы. Ребенку не только вручили диплом, но и подарили настольный футбол. Всего же конкурс собрал около 20 ребят в возрасте от 6 до 14 лет, которые при поддержке родителей и воспитателей изготовили из разных материалов тематические подделки, игрушки, отражающие образ сотрудников полиции. Сразу после выпуска новостей вас ждет наша рубрика «Полезно знать». На этом у нас все. В студии была Юлия Олейникова. Всего хорошего. До свидания. Подключайте сверхскоростные тарифные планы от Орион Телеком и наслаждайтесь всеми современными возможностями интернет-сети. Смотрите видеоконтент в самом высоком разрешении, пользуйтесь интерактивным телевидением, играйте в онлайн-игры с минимальным пингом, общайтесь в видеоконференциях без зависаний, скачивайте большие объемы данных за минимальное время. И все это доступно сразу для нескольких устройств в домашней сети без потери качества связи. Орион Телеком. 8 800 234 40 60 Когда пора ехать, закажи такси. Максим, приедем быстро. 391 61 277 77 Наша реклама работает быстро и качественно. Подай объявление в бегущую строку 5 канала и его увидят. Телефон стола заказов 2 05 20 Мы вечно заняты и вспоминаем о своем здоровье только тогда, когда оно само напомнит о себе. Полис ОМС – это ваша защита. Он гарантирует ваши права на бесплатную медицинскую помощь. А если возникнут вопросы при получении медицинской помощи или проблемы в процессе лечения, то разобраться во всем вам поможет страховой представитель. Страховые представители – это сотрудники страховых медицинских организаций. В их обязанности входит информационное сопровождение и консультирование пациентов на всех этапах оказания медицинской помощи. Страховой представитель проинформирует и проконтролирует прохождение диспансеризации по программе ОМС. Сообщит о сроках, месте и порядке проведения профилактических мероприятий в соответствии с вашим полом и возрастом. Обеспечит сопровождение пациентов на всех этапах оказания медицинской помощи. Поможет по выбору или замене страховой и медицинской организации. Защитит права пациентов при нарушении сроков получения медицинской помощи. В случае необоснованного требования оплаты медицинской помощи, входящей в программу ОМС. Если возникнут трудности при госпитализации и если есть вопросы в процессе оказания медицинской помощи, то обеспечит проведение очной экспертизы. Если у вас обнаружили онкологическое заболевание, страховой представитель обеспечит ваше сопровождение. Поможет организовать консультации врачей-специалистов. Проинформирует о необходимости постановки на диспансерное наблюдение. Проинформирует организацию и сроки госпитализации, в том числе при необходимости получения высокотехнологичной медицинской помощи. Проинформирует своевременность направления на обследование и консультации к врачам-специалистам. Страховой представитель поможет сделать лечение доступным и своевременным, а взаимодействие врач-пациент оперативным и эффективным. Как найти своего страхового представителя? Это просто. Звоните по телефону контакт-центра, указанному на памятке, полученной вами при выдаче полиса ОМС, или на сайте вашей страховой медицинской организации. Сегодня в стране работает более 14 тысяч страховых представителей. Их задача – обеспечить всех жителей России возможностью получить немедленную консультацию и содействие по любым вопросам, связанным с предоставлением медицинской помощи по полису ОМС. Все крупные страховые медицинские компании имеют круглосуточные колл-центры, в которые можно дозвониться в течение 20 секунд и получить ответ на интересующий вас вопрос. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Смотри новости пятого канала в социальных сетях. Подпишись на YouTube-канал. Будь в курсе событий нашего города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова